Всем привет, друзья! Сегодня утром я прилетел обратно в Мехико-Сити. Остановлюсь на два дня в МС Конгресса. Это тот самый отель, где много семей из Кыргызстана использовали, ночевали. Интересная картина, наблюдаю. Парень чистит обувь за 20 песо полицейским на площади. Я нахожусь в Мехико-Сити. Сегодня я прилетел с утра на ночном рейсе и спал практически всю ночь. Авиакомпания Viva из Мехикали уложился за 24 часа. Тамара из Армении уже перешла, уже находится в США. А я хотел бы с вами поделиться информацией, как там все работает. В настоящий момент беженцев принимают. Да, очереди есть. Есть и также изменения. Например, в некоторых контрольно-пропускных пунктах стоят рядом с ними представители мафиозных картелей, которые просто вылавливают мигрантов и либо гражают, забирают вещи, ценные вещи, либо просто рекомендуют по добру, по здорову просто уехать из этого места. Сам лично наблюдал. Карлос мне также рассказывал, что есть места, где можно пройти буквально за 3 часа. Но туда просто так попасть нельзя. То есть там нужно либо платить большие деньги, либо вы просто останетесь без ценных вещей. В лучшем случае, а в худшем просто убьют. То есть сейчас вообще картели, они сконцентрировались вдоль границы. Ситуация, связанная с безопасностью, немножко поменялась. И я не рекомендую ехать туда без местного. Это реально могут быть большие проблемы. Ну и самое главное, то что вот эти вот ребята, которые сзади меня, скоро их поменяют на национальную гвардию, которые будут заниматься тем, что специально работать вдоль границы, отлавливать даже тех, кто хочет подать на убежище легально. Трамп свои обещания реализовывает. Да, стену не удалось построить, но он сделал стену виртуальную. Карлос во вторник или в среду едет снова на границу в Мехикале. Я дам ему эту камеру, чтобы он снял нам видео. Также с границы рассказал, какая там обстановка на следующую неделю, начиная со вторника следующей недели. Так, друзья, еще раз хочу вам сказать, что если вы запланировали эмиграцию через Мексику, сейчас самое время сделать это, потому что через 2-3 месяца может все кардинально измениться. Вчера я очень досконально изучал решения Верховного Суда. Очень много информации на сайте Союза гражданских свобод США. Также есть много видеороликов, связанных с будущим закрытием границы для мигрантов. Национальная гвардия. Скоро эти ребята будут работать на границе. По обещанию президента Мексики, который сказал, что поможет Трампу. Так вот это выглядит. кр bokомец. Продолжение следует... Продолжение следует...